Итак, сегодня мы начинаем наше летнее обучение. Я хочу поприветствовать всех из вас, кто присутствует на этих учениях. Прежде всего, я приветствую с монашеской санглом, с монахов и монахин, с Чехолом, Кемпо, а также всех мирян, а также всех, кто слушает эти учения по интернету. Я приветствую вас всех и надеюсь, что у вас все хорошо. И это уже второе летнее учение в Морнок. И в прошлом году мы с вами изучили много тем. И в этом году мы продолжим. Мне кажется, что было бы хорошо вспомнить, что мы изучили в прошлом году, но было столько разных тем. Например, мы говорили с вами о распространении культуры, цивилизации на индийском континенте. Мы говорили о ведическом периоде. И в этом контексте было много тем, которые мы с вами рассмотрели. Также мы с вами изучили, каковы были воззрения в Индии до появления буддизма. Например, что говорится в Брахмандах, в Панишадах. Также мы с вами взглянули на то, в каких условиях возник буддизм, как будто впервые повернул колесо Дарма. И также мы смотрели на то, как учения будды распространились, и как они продолжали распространяться после пари нирвана будды. В особенности после того, как в Индии правил Ашока, императора Ашока. И в этом году я хочу с вами говорить о следующем. Давайте я покажу вам слайд. Так, сначала на слайде был заголовок «Ражистан». Теперь он исправлен. Так что взгляните на слайд. Итак, среди тем, первое, на что мы взглянем, это ранний буддизм. И затем, что касается раннего буддизма, мы взглянем на следующие подразделы. Как-то плохо работает пока слайдов. Итак, в контексте раннего буддизма, мы взглянем с вами на следующие темы. Мне кажется, что хорошо будет, если сначала мы взглянем о том, как формировалась санга, как сформировались правила, дисциплины вины, и так же, как были основаны первые монастыри. Затем, второе, это первый буддистский совет, и как получили свое развитие первые писания раннего буддизма. В этом разделе мы обратим внимание на сутры и вины. И третье, это... Третье, это буддизм после пари нирваны Будды. Я хочу об этом вкратце рассказать. Четвертое, это второй буддистский совет, и разделение на основные школы. Пятое, это время правления императора Ашоки, и третий буддистский совет. Шестое, это содержание писаний раннего буддизма. Каковы основные темы, рассмотренные в этих учениях. Затем, седьмое, это наиболее важные тексты, сутры раннего буддизма. Затем, восьмое, это то, как ранний буддизм связан с тайной мандрой. Какие положения учения раннего буддизма связаны с тайной мандрой, и как они связаны. Затем, и последнее, это как можно определить даты пари нирваны Будды. Итого у нас всего девять тем. Что касается последней, это вопрос о том, когда буду ушел в пари нирвану. Есть много различных позиций по этому поводу, как мы можем датировать это событие согласно западному календарю. И если у нас останется время, то у нас еще есть одна важная тема. Так называемый период буддизма Никаи, когда были сформированы 18 школ, которые называются 18 Никаи. И после этого мы перейдем к учениям Магаяны. И когда я оцениваю время, которое у нас есть в наличии, мне кажется, что мы не успеем дойти до Магаяны. И, возможно, будут какие-то изменения в том последовательности, в которой я буду излагать эти пункты. Это такой предварительный план, который я хотела бы предложить для этих учений. И это такие общие темы, либо общее описание того, о чем я хотела бы говорить в контексте этих вторых летних учений в Марноук. И когда мы говорим о раннем буддизме, это то, что считается ранней традицией буддизма, то есть много различных позиций касательно того, чем является ранний буддизм. И обычно это объясняется таким образом, что с того момента, когда Будда достиг просветления и повернул колесо Дармы, начинается история распространения буддизма. И этот период длится до формирования первых двух больших или великих школ после Паринирваны Будды. То есть это истоки буддизма для периода раннего буддизма. И, как я уже упоминала ранее, с того момента, когда буддизм начал свое распространение и того момента, когда после Паринирваны Будды образовались эти первые две великие школы, именно этот период называется периодом раннего буддизма. И как же в этот период, в этот период раннего буддизма сформировалась буддийская санха, как возникли правила поведения вина, как были основаны первые монастыри. Именно об этом я хотела бы поговорить сегодня. И первое, на что нам следует обратить внимание, это то, что называется четырехчастное буддийское сообщество или сообщество, состоящее из четырех составляющих, из четырех частей. Под этим термином мы имеем в виду четыре категории людей. Две из них являются монахами и монахинями, и две остальные являются не монахами, мирянами. Итак, то, что первая часть – это бикшу, бикшуни, а вторая часть – это упасыка и упасыка, то есть миряне мужского и женского пола. Этим понятием на санскрите упасыка мы понимаем любого практикующего мирянина. И упасыка – это женская форма этого именительного упасыка. И что же оно означает? Что означает этот термин упасыка? В период раннего распространения дармы в Тибете, в имперский период, примерно в 1814 году, в Тибете был создан лексикон, санскритский тибетский лексикон, который называется обычно на санскрите «Махавьютбати», также известен по тибетским названиям «Драджор». Этот лексикон состоит из двух частей, из двух томов. И в этом лексиконе говорится, что упасыка – это тот, кто принимает пять обедов и как минимум пять обедов и следует по пути для обретения плота Архата. Есть непонский ученый, которого зовут Хиракава Акира, и согласны тому, что он считает это название упасыка – это тот, кто служит кому-то, тот, кто помогает кому-то. Именно такая этимология этого слова на санскрите. То есть упасыка – это тот, кто служит кому-то, либо тот, кто выражает почтение кому-то и с почтением служит кому-то. И тогда возникает вопрос, кому служат упасыки. Они служат собранию монахов и монахинь. То есть миряне служат сообществу, монашескому сообществу. Каким образом они им служат? Они обеспечивают монашеское собрание средствами для существования. То есть кто обеспечивал жизнедеятельность монашеского собрания? Именно миряне обеспечивали его этим. И что они получали взамен? Взамен они получали дарму, они получали наставление во практике дарма и практиковали дома, в контексте своей мирской жизни. И согласно Хиракаве Акиры, они миряне получали это имя упасыку. Это когда они принимали прибежище в трех драгоценностях. Именно с того момента, когда они принимали прибежище, в трех драгоценностях, они именовались упасыками. Это то, что говорят японские ученые Хиракава Акиры. Однако согласно тибетской традиции и традиции обедармы возникает вопрос, стоит ли кто-то упасык лишь благодаря перепринятию пяти обедов. И в школе вайбашики то, что называется кашмирская традиция вайбашики. И это то, что на тибетском обычно называется качи. Качи на тибетском означает мусульмане, но именно это такое название соответствует Кашмиру. Почему? Потому что первые мусульмане, которые пришли в Тибет они пришли из Кашмира. И когда их спрашивали, откуда вы пришли, они говорили, мы пришли из Кашмира. Именно это слово кашмир связано с тибетским словом качи, поскольку качи на старом тибетском как раз является названием для Кашмира. так я немного отвлекся. Как бы там ни было, как бы там ни было, согласно вайбашике Кашмирской традиции, а также вайбашике традиции Барандага. Говорится, что кроме принятия питья обедом у пасхи должны обладать преданностью и сильной верой. это является дополнительным условием для обретения этого названия, то есть принятия питья обедов, а также зарождение сильной веры и преданности к буддийским учениям. А второе составляющее этого четырех частного собрания это монахи и монахини бикшу и бикшуни. Монахи на санскрите называются бикшу и монахини бикшуни на пале они называются бикху. На тибетском это называется гелонг и бикшуни это гелонгма. И что же означает понятие бикшу согласно махавьютпаде лексикона санскритского тибетского лексикона бикшу это тот кто живет благодаря сбору подаяния и это те кто может достичь нирваны то есть кто следует по пути для полного обретения нирваны и живет ради этого благодаря сбору подаяния и для того чтобы ставить бикшу или бикшуни человек должен спросить и спросить даровать монашеские обеты и это просьба состоит из четырех частей мы об этом поговорим позже и один один из один из комментариев комментаторов вина который зовут Вишиши Шамидрю подробно объясняет в чем заключается смысл бикшу и бикшуни например это понятие бикшу это те кто победил все обращения это те кто просто формально испросил монашеские обеты из этих двух групп первые являются истинными монахами а вторые являются монахами формально и как говорят Хиракава Акиры главное значение слова бикшу это это странствующий странствующий аскет кто живет благодаря сбору подаяния то есть это главное происхождение значение технология этого понятия бикшу когда это понятие бикшу было переведено на тибетское оно не было переведено как тот кто живет за счет подаяний но бикшу было переведено как гелонг гелонг это тот кто наделен заслугой либо это тот кто ведет благо образ жизни благо жизни и поэтому можно сказать что тибетский перевод более красивый чем исконное значение прототипа на санскрите почему бикшу называется бикшу именно потому что они полностью зависят от сбора подаяний то есть у них нет ничего они ничем не владеют они не имеют ни дома ни домашнего хозяйства и каждый день они получают пищу от домовладельцев которые подают им эту пищу поэтому это те кто живет за счет сбора подаяний кроме того можно посмотреть на это с другой точки зрения с точки зрения цели сбора подаяний цель жизни которая полностью основывается на сборе подаяний это направлено на то чтобы посвятить себя полностью дарме то есть не заботиться ни о чем кроме практики дармы и у бекшу и бекшу нету времени на мирскую жизнь потому что они полностью посвящают себя дарме и именно поэтому их называют те кто живет за счет сбора подаяний значение что это те кто полностью посвящает себя дарме для того чтобы стать бекшу либо бекшу необходимо принять обеты полного посвящения в монашество и бекшу означает монах с полным посвящением сколько же насчитывается обетов полного посвящения обычно выделяется 253 обета монаха бекшу и это означает что такой человек живет следуя очень строгой дисциплине и подводя итог бекшу бекшу не составляет монашеское крыло четырех частных собраний а у пасека и у пасека составляет составляет собрание миря всего у нас есть четыре составляющие в этом собрании буддийском собрании когда что же что же означает санха именно то чем является санха каково значение слова санха на это мы взглянем сейчас итак санха означает собрание то есть это собрание людей которые целью которых является практикой дарма то есть это не просто собрание людей но собрание людей которые собираются с целью практики дармы то есть это объединение людей которые считают учения будды наиболее важными и они пытаются предлагать воплощать их на практике так как тому учил Будда именно это сообщество называется буддистской санхой и и можем ли мы сказать что четырехчастное собрание является санхой с одной стороны если мы взглянем на это в общем то да мы можем сказать что полностью четырехчастное собрание является санхой однако в традиции раннего буддизма в тот период когда буддизм лишь возникал формировался этим названием этим словом санха обозначалось лишь собрание монахов и монахинь то есть оно употреблялось лишь по отношению бикшу и бикшу и упасика и упасика не считались членами санхи собрание монашеское собрание монашеская санха разделялась на две части собрание бикшу называлось санхой бикшу от собрания бикшу не называлось санхой бикшу И согласно тибетской традиции один бикшу не является сангхой, лишь собрание как минимум четырёх бикшу является сангхой. То есть один бикшу, два бикшу или три бикшу не считается сангхой. Минимально это собрание четырёх бикшу является сангхой. То есть это собрание по крайней мере четырёх членов сангхи. И точно так же собрание как минимум четырёх бикшу не является бикшу не сангхой бикшу не. Когда бикшу и бикшу не собираются вместе, это то, что называется двойным собранием. И сангха бикшу и бикшу не живут вместе, они живут в разных местах, они разделены. И каждое сообщество является самоуправляемым. То есть эта сангха, монашеская сангха является смешанным. Бикшу не управляли собранием бикшу, и бикшу не управляли собранием бикшу. То есть это были два раздельных собрания. И так в ранний период именно собрание монахов и монахи бикшу-бикшу не называлось сангхой. А у пасека и у пасека практикующие миряне не включались в понятие сангхи. Само слово сангха это санскритское слово, которое было переведено на тибетский как гендун. И гендун не является этимологическим переводом, но переводом смысла. Тогда как, например, китайский и японский перевод это просто санскритское слово на тибетский момент. по-китайски сангхо называется сангхо, а по-японски слово. И тогда как гендун по-тибетски это те, кто наделен благодетелю, добродетелю. И опять же, как я уже говорил на санскрите, сангхо означает собрание людей. Тогда как на китайском и японском один человек может называться сангхо или соу. Один монах либо монахиня. Тогда как по-тибетски один и дебет будет зваться гендун по-й, либо членом сангхи. Итак, сангхо означает собрание. В комментарии на сутру Прагня Парамидды в 100 тысячах строках, которая приписывается на Гаржане, говорится, почему сангхо называть сангхой? Сангхо означает собрание. Собрание либо группа. Собрание людей. Собрание кого? Собрание многих векшу в одном месте называется сангхой. К примеру, если у нас есть много деревьев, которые растут все вместе, это то, что мы можем назвать лесом. Тогда как каждое дерево в отдельности мы не можем назвать лесом. Точно так же одного индивидуального бекшу мы не можем назвать сангхой, тогда как собрание бекшу является сангхой. И лишь когда много бекшу соберется вместе, в собрание бекшу является сангхой. То есть, однако, если все члены сангхи исчезнут, к примеру, если все бекши сангхи уйдут, то без членов сангхи не будет и самой сангхи. Поэтому сангх означает собрание, либо группу. И это понятие гендун на тибетском, это те, кто наделен добродетелю, либо кто стремится к добродетелю. То есть, это собрание людей, которые стремятся к добродетелю. И что касается самого слова сангхату, во времена Будды это слово не ограничивалось лишь буддийским собранием. Любые группы политические, либо бизнес-группы в Древней Индии того времени называли сангхами. И кроме этого, потреблялось и другое слово – гана. Гана в основном казалось людей, которые собирались в религиозных, либо духовных целях. К примеру, это понятие, именно понятием гана называлось собрание людей, которые хотели практиковать вместе. И, к примеру, есть понятие бодисадва гана, и поэтому можно сказать, что это понятие, которое наиболее часто встречается в магаянских источниках, в магаянских сутрах. Этим понятием бодисадва гана означает собрание бодисадв. Это означает, что само понятие сангхи не ограничено лишь буддизмом. Это не только буддистские явления. Говорится, что во времена Будды было много различных групп, собраний, людей, которые назывались сангхой. И в том числе они включили религиозные группы, либо духовные группы, которые принадлежали брахманической религии, к религии джайнов, либо различным традициям аскетической практики. Это группы не буддистских учителей. Они были известны. Среди них, к примеру, включали Аллару, Каламу, Удрагу, Рамапудру и других. Это одни из самых известных не буддистских учителей того времени. Чему они себя посвящали? Как правило, эти группы посвящали себя практике аскезы. Эти группы также назывались сангхами. И если мы немного углубимся в этот вопрос, хотя у нас нет достаточно времени, чтобы понять, чем является сангха, то мы можем взглянуть на определение в сутре памятований о трех драгоценностях. Это важно для того, чтобы понять, как сохранить сангху, либо развивать сангху. В этой сутре памятований о трех драгоценностях в разделе, который посвящен памятованию сангхи, говорится, что сангха – это те, кто посвящает себя добродетели. Это также те, кто посвящает себя добродетели в гармонии. Что означает гармония? Гармония означает то, что их помыслы и намерения, дисциплина находятся в гармонии. То есть все соответствуют друг другу. У них одинаковое воззрение. К примеру, они все верят, все члены сангхи верят в карму, причины и следствия, верят в истинность трех драгоценностей и так далее. То есть это гармония дисциплины, гармония воззрения. Кроме того, у этих индивидов, членов сангхи – это одинаковое намерение. Именно поэтому мы говорим о гармонии, что это собрание, которое пребывает в гармонии. В Махавитбатии Драджарбанпо не поговорится, что в лексиконе, в санско-тибетском лексиконе содержится термин «сампаратибана», что означает учеников или последователей, которые пребывают в гармонии как касательно своей дисциплины, так и касательно своего воззрения, либо взгляда. Именно это означает, что сангхи посвящает себе духовные пути в гармонии. И чтобы объяснить это более глубоко, есть такое собрание текстов, которое называется «Четыре агамы». Они не так хорошо известны в тибетской традиции. И комментарий на «Четыре агамы» – это текст под названием «Краткое сложение Винаэ Самграхо», который написал мастер по имени Вишиша Митра. И в этом комментарии Вишиша Митра объясняет, что гармония состоит из шести составляющих. К примеру, члены сангхи, они гармоничны в своих проявлениях, либо в своих поступках, в своей дисциплине, в своем воззрении, в поведении, либо в жизни, стиле жизни, который они поддерживают. А также это и практики, либо ритуалов, которые они осуществляют. То есть они гармоничны в этих шести проявлениях. То есть это хорошее, либо благое собрание. И это то, что помогает им пребывать вместе в гармонии. Поскольку среди членов сангхи нет никакой дискармонии, они способны пребывать вместе для того, чтобы практиковать добродетель. Именно это заключается в значении тибетского понятия сангхи. Это те, кто все вместе стремятся к добродетели. Либо те, кто все вместе наделены добродетелю. То есть у них у всех одно намерение, одна цель обрести реализацию благодаря практике добродетелю. В тибетском обычно говорится «Благородная сангха выше всех собраний». Причина, по которой мы говорим, что это высшее собрание, это как раз и есть обозначение того, чем изначально на санскрите является сангхой. То есть это группа людей. Среди различных групп буддистская сангха является наивысшей, либо наилучшей. Почему об этом? Сколько она обладает качествами, которые другие группы не обладают. Какие это качества? Уже упомянутые шесть качеств, такие как единство, либо гармония, обозрение, сцепление, поведение. То есть это люди, которые придерживаются одинаково правилам поведения, одинакой дисциплины и также развивают одинаковое воззрение. Именно поэтому сангха называется «в высшем из собраний». И говорится в этой той же сутре, сутре памятни о трех трех сангхностей, говорится, что поскольку в сангхе поддерживается гармония, воззрение и поведение, сангха достойна соединения ладоней, сангха достойна простирания, и она является славным полем для накопления за услуги. Это является любым чистым полем для практики отношений, и именно поэтому она является наивысшим объектом для практики щедрости. Смысл этой цитаты в том, что благодаря этим качествам сангхи она является особым полем для накопления за услуг, а особым полем для практики щедрости. И важно в этом определении то, что у этого собрания должны быть одинаковые намерения, одинаковые цели. Именно поэтому все они собираются вместе. Зачем они собираются вместе? Для того, чтобы преследовать одни и те же цели. И если мы поймем это значение, мне кажется, это будет важно для нас. Как говорится в Пратимакши-сутре, гармония в сангхи – это счастье, а дисциплина гармонии – это счастье. То есть гармония в сангхи – это счастье, а дисциплина гармонии – это счастье. Поэтому дисциплина и гармония – это являются главными составляющими счастья. И в чем суть этого? В том, что умы членов сангхи пребывают в гармонии. И перед тем, как мы перерывемся на перерыв, я хочу… Перед тем, как мы сделаем перерыв, я хочу… Скажу вам следующее. Я хочу попросить вас во время перерыва читать молитвы, поскольку сейчас в мире происходит очень много всего негативного войны и прощения. Поэтому я прошу вам во время перерыва читайте восклавление Тары. И в следующий день мы будем читать что-то другое. Например, молитва к Гуру Рюмпача. Итак, сегодня мы читаем облагословление Тары. Тридцатиминутный перерыв. Итак, мы с вами только что обсудили почему сангхи называется сангхой, каково значение этого слова. Скорейское слово сангхи означает собряние, а по-тибетски гендин означает те, кто стремится к добродетелям. Я объяснила основное значение этих понятий. И следующее, о чем я хочу рассказать, это необходимые условия для того, чтобы стать монахом, либо монахиней в период раннего буддизма. Какие условия человек должен был выполнить для того, чтобы стать монахом, либо монахиней. Перед тем, как... Перед тем, как рассказать об этом, нам следует понять, а что же стало первым собранием, первой сангхой. Говорится, что когда Будда даровал свои первые учения в Решепатана, в Ленин парке Решепатана в Сарнатхе, его слушали первые ученики, их было пятеро, первые, пять первых учеников, их звали Каудиня и прочие. И обычно они называются группой пяти, либо группой пяти первых учеников. Именно эта группа пяти были самыми первыми членами сангхи. И после этого к сангхи присоединилось много других людей, которые приняли обеты. Как это объясняется в традиции Винаи, Апилатария была переведена на тибетский, то следующим к этой группе пяти присоединились Кирти и его четыре брата. И они называются следующей группой пяти. Затем говорится, что к сангхи присоединились 50 молодых людей из Варанаси. И таким образом сангхи стало насчитывать 60 человек. После этого к сангхи присоединились тысячи последователей небуддийского учителя, которого звали Урубилва Кашьяба. Урубилва Кашьяба был одним из самых известных небуддийских учителей этого времени. Он пришел для того, чтобы принять участие в диспуте с Буддой, но затем зародил веру и сам стал буддистом. И в результате тысячи его последователей также приняли прибежище и стали последователями Будды. Таким образом, буддистская сангха значительно разрослась, значительно выросла. Говорится, что затем к сангхи присоединились такие известные архаты, как Шарипут, Рама, Мудгальяны, Махакашьяба и другие. И таким образом основы этого сообщества монашеской сангхи были прочны. То есть сангха стала не просто большой, но также стабильной. Позже индийский царь по имени Бимбисара, который был одним из самых важных правителей Древней Индии того времени, а также мирянин Анатхабиндада, который был очень богатым и очень щедрым. Они стали оба, стали очень важными патронами, кто поддерживал сообщество буддистской сангхи. И кроме них были много других патронов, спонсоров, которые поддерживали сообщество. То есть среди этих спонсоров был царь, а также один из самых успешных торговцев того времени. И именно поэтому количество спонсоров возрастало. И говорится, что на протяжении нескольких лет после достижения просветления буддистская сангхи разрослась. В тибетской Винае говорится, что в то время, когда под троном, спонсором сангхи был царь Бимбисара, она насчитывала 1253 монаха Бейкшу. Это большая сангхи, а не так ли? 1253 человека, которых спонсировал Бимбисара. И когда сангхи впервые была основана, будто давал разрешение присоединиться к ней всем, кто излагал ясное желание сделать это. То есть он позволял посвящать монахи любому человеку, кто имел четкое представление о том, зачем он хочет стать монахом. И таким образом почти любой человек, когда говорил, я хочу стать монахом, получал разрешение присоединиться к сангхи. Для того, чтобы стать монахом, такой кандидат на статус, должен был принять прибежище, повторив молитву прибежища, три раза в присутствии старше-старейшин, старше-старше-старше-членов сангхи, а также пообещать хранить 10 обетов. И после этого такой человек мог стать членом сангхи. Что такие эти 10 обетов? Обетов. Эти обеты также называются обетами шраманера. Вношение шраманера это, как обычно на санскрите, означает то, что мы называем послушники, однако эти первые обеты, они как раз называются обетами шраманера. то есть шраманера это тот, кто хочет стать Беликшом. Это тот, те, кто служит Беликшом. Монахи, послушники Гитсу на тибетском. Шраманеры должны были хранить эти 10 обетов. Среди них было не убивать, не воровать, отказаться от неблагого сексуального поведения, не врать, не употреблять алкоголь, не сидеть на высотых сиденьях, не использовать души либо украшения, не петь, не танцевать, не принимать золото либо серебро и не есть в неположенное время. И эти 10 обетов стали самыми важными среди всех обетов. монахов и монахинь. И именно они считаются основой для всех обетов, которые были определены и введены позже. Кроме того, существовали различные правила поведения, например, относительно того, как носить монашеские одеяния, брить голову и любые волосы на лице. Это практика, какие одежды можно носить в качестве монашеских одеяний, также была установлена в то время. И мог ли стать монахом или монахиней любой человек, мог ли любой присоединиться к монашескому собранию. Ответ будет, что большинство людей получали разрешение Будды и не было никаких ограничений либо дискриминации касательно каст либо социального статуса. В то время некоторые касты нижнейшим кастам не позволялось осуществовать определенные виды деятельности. Например, низшие касты не могли заниматься духовностью. однако любые представители любых каст, в том числе представители низших каст, могли присоединиться к Буддистской Санхе. И тем не менее были определенные критерии, которые такой кандидат должен был выполнить. Говорится, что всего было таких 12 требований для того, чтобы получить полное посвящение. К примеру, для того, чтобы получить посвящение монахи, необходимо иметь как минимум 7 лет. И если родители все еще живы, необходимо получить разрешение родителей. Также этот такой человек не должен был иметь долгов перед кем-то другим. Также он не мог, если это был государственный служащий, либо наемный рабочий, солдат, либо раб, то такие люди должны были получить разрешение от своих хозяев, либо от своих начальников. то есть если бы кто-то просто убежал от родителей, к примеру, малолетний убежал от родителей, то такой человек не был бы принят в монашеское сообщество. Кроме этого говорится, что тяжелобольные, а также инвалиды, которые имели какие-то очень серьезные состояния коллеги, то такие люди не могли стать монахами и монахами. Также если, к примеру, тот, у кого большие долги, присоединился к Санхе, то в результате такой человек мог преследоваться теми, кто бы хотел вернуть долги, и это создало бы проблемы для монашеской Санхе. Кроме того, если бы кто-то имеет какую-то серьезную инвалидность, присоединился к Санхе, то такой человек не смог бы обслуживать самого себя, и кто-то должен был бы служить этому члену Санхе, и у него бы не было времени для того, чтобы посвящать себя слушанию размышлений и медитации, он должен все время заботиться о больном члене Санхе, либо инвалиде. Поэтому были введены такие определенные правила, либо требования для тех, кто хотел присоединяться к монашеской Санхе. и похоже, что четко придерживались этому правилу, что дети должны были получить разрешение родителей, и это требование было введено с самого начала. Кроме того, по просьбе от царя Шододаны было введено правило, не позволяющее членам царского окружения, царским слугам, а также тяжелобольным, либо бандитам, уголовникам, которые преследовало правительство, которые преследовали с целью наказания воры, к примеру, которые пребывали на списке, в списке, которые были в списке преследуемых лиц с целью наказания, то все эти люди, включая тех, кто имел большие долги, слуги, они не могли стать членами санхи, то есть таким образом кандидатов в члены санхи исследовали, подвергали определенной проверке. После того, как человек принимал обеты послушника, он пересоединялся к санхи и жил вместе с санхой до достижения двадцатилетия. И после этого, если он соответствовал всем требованиям, то тогда он мог получить полное посвящение. Говорится, что изначально Будда сам даровал обеты, монашеские обеты, но по мере того, как монашеская санха все возрастала и число монахов все возрастало, то люди в отдаленных землях хотели присоединиться к санхе и Будда уже не мог посетить все эти места, все эти отдаленные земли, куда и в таких ситуациях Будда назначал других людей, которым разрешалось отправиться в такую отдаленную землю, чтобы даровать посвящение, то есть они получали такое разрешение и обязательство на такую деятельность. Согласно Вине Мола Сарвастивады, которая сохранилась на тибетском языке, говорится, что вначале обеты могли быть приняты только при присутствии Будды. Однако были люди, которые приходили издалека издалека и часто они подвергались опасности. Они не могли совершить это путешествие к месту, где пребывала Будда лично. По этой причине Будда принял решение, что если в этой земле уже существует собрание, существует санха, то эта санха может даровать обеты Преера. Если кто-то дарует обещание, придерживается обета в присутствии Бишу старейшины, то это и будет трех старейшим Бишу, то это является способом принятия обета. Это то, что называется ранним ритуалом посвящения. То есть это какого было первое ритуал введенное для дарования посвящений. И когда такой человек становился послушником, то нас начался кто-то, кто помогал им, кто исполнял роль их наставника. Это то, что на санскрите называется упадяя, что на тибетский обычно переводится как кемпу. И упадяя должен был заботиться о таком послушнике и даровать ему наставления. И кроме такого упадяя также были другие наставники. К примеру, если такой человек был молод, то он возможно скучал по своим родителям, по своей семье и нуждался в ком-то, кто постоянно был доступен для того, чтобы даровать наставления. И это то, что стало называться Ачари, что обычно на тибетский переводится как Лобан. То есть упадяя кемпу и Ачари Лобан. Они выполняли роли заместителей родителей. Они даровали наставления, заботились о таком послушнике. И это совсем это очень ясно изложено Вина в Астон. И мы часто слышим эти слова в тибетской традиции кемпу и Лобан. Обычно сейчас это понятие кемпу не включает обязательства даровать обеты. То есть кемпу упадая это не тот кто дарует обеты это обычно тот кто дарует учения наставления а Лобан это младший учитель младший наставник. тем не менее это что сохраняется это то что упадая кемпу является главным наставником тогда как Ачария либо Лобан является заместителем для упадая и осуществляет надзор за послушником повседневной жизни и таким образом послушник изучает посвящал себя изучению вина на протяжении десяти лет под руководством такого таких наставников и нужно понимать что сейчас у нас есть тексты винаи трактаты по винаи которые мы можем изучать в то время не было таких текстов таких комментариев поэтому поскольку в то время еще не были проведены буддистские собрания которые собрали все слова будды в трепеток в три корзины именно поэтому были учителя которые лично давали учения и ученики вживую получали эти учения запоминали запоминали их таким образом это было основной деятельности этих наставников кем и лапонов даровать живые учения говорится что примерно через шесть лет после того как достиг просветления он вернулся в свою родную землю и тогда удай вышел поприветствовать Будду и он выразил желание получить посвящение и Будда попросил шерепутеру даровать удай обеты и стать его наставником его кем был связь перервалась подождем дарим связь сейчас покажу все хорошо давайте продолжим и так когда Будда пришел к своей родной земле удай попросил его даровать монашеские обеты и тогда Будда сказал шерепутере стать главным наставником удай кем был для удай и таким образом был введен новый способ дарования посвящения то что позже было названо ритуалом упочару и что это означает то что это описывается в докладах с Ростивады что с этого момента не было необходимости собирать всю монашескую самку для того чтобы даровать кому-то посвящение монахам именно такого было правило вначале но затем когда самка разрослась стало достаточно чтобы лишь собрание какого-то одного региона района собралось вместе но затем говорится говорится что когда Кадьяйна пребывал в одном районе тогда в одном районе Индии было так много людей кто хотел принять посвящение что было видно правило что собрание с 10 бейкшов достаточно но также говорится что в одном случае в определенном регионе не было достаточного количества бейкшу не было 10 бейкшу которые могли присутствовать для того чтобы даровать посвящение и тогда Будда разрешил даровать монашеские обеда в присутствии 5 бейкшу И чем же заключался этот процесс принятия обеда прежде всего человек который хотел принять обед он должен был найти подъяв который мог бы даровать ему обед он должен был выразить свое желание объяснить свои причины зачем он хотел принять обеды и затем упадя кемпу должен был проверить этого человека и убедившись что все требования соблюдены все необходимые условия выполнены тогда он собирал собрание за минимум 5 бейкшу выбирал очарю лапона который дополнительным вторым наставником и затем даровались эти обеты послушнику и после этого человек находился под покровительством этого очаря и упадя на протяжении десяти лет на протяжении десяти лет восстанавливался эта связь между кандидатом в монашество и во время этого этого ритуала этот претендент он просил даровать им обеты то есть была традиция выражения просьбы просьба к санке даровать обеты то есть другие члены санки должны были принять нового члена они должны были одногласно единогласно согласиться эта просьба принять в санку выражалась три раза если на протяжении этих трех раз никто из присутствующих членов санки не выражал свое несогласие тогда считалось что такое разрешение либо согласие было даровано после того как такой человек стал послушником он становился учеником этого у падьяи кемпу и обычно жил вместе с ним и постоянно находился под его покровительством и учился с ним он изучал вины правила поведения также учился методом медитации а также изучал писание в то время еще не было никаких философских школ например не было таких школ как как матем и прочее однако тем не менее были учения и такие послушники должны были изучать получать изучать эти учения например они получали наставление по медитации и практиковали и если они хотели получить наставление от других учителей то они могли получить разрешение у своего кемпу и отправиться на поиски другого мастера к примеру если кто-то хотел изучить медитацию то они могли отправиться к другому учителю особо выдающемуся мастеру медитации и учиться с ним и такой темп вставал для послушников заместителям отца и они вместе ходили за сбором подаяния если кто-то из них заболевал они заботились друг о друге то есть этот принцип взаимопомощи был очень уважен в монашеской самке монаре заботились друг о друге и это заключалась жизнь практики и как говорят некоторые современные ученые например японцы они говорят что прежде всего главным в процессе воспитания нового монаха играл как раз у подаяния кемпу и затем также могли быть заместители кемпу то что назовем лобин либо ачарья то есть ачарья вступал в действие начинал свою деятельность когда подаяния кемпу не был доступен либо не был не присутствовал в месте в котором находился послушник либо не мог даровать ему наставления и так далее и сейчас давайте поговорим о трех монашеских одеяниях что такое три монашеских одеяния монахи и монахини они должны были носить особые одежды для того чтобы можно было отличить их отличить их от других людей это то что называется три монашеских одеяния то что на сэнскрите называется тричьеваром и они состоят из верхних одеяний тогда как нижние одеяния закрывали нижнюю часть тела и затем еще было внешнее одеяние которое на сэнскрите называется сангаде то что обычно по-тибетски называется намчар и в отличие от тибетской традиции сэнгаде одевали лишь в определенные в определенных обстоятельствах говорится что согласно винае Мула Сарвастивады было всего 7 таких обстоятельств при которых носили верхние внешние одеяния сангаде и что касается верхних и нижних одеяний они должны были должны быть без всяких украшений они не должны были быть изготовлены из какой-то дорогой ткани я они должны были выглядеть потертыми то есть это это не то как сейчас монахи одевают какую-то красивую брендовую одежду и хотят чтобы все на них смотрели восхищались ими поскольку такой человек который носит такую одежду он выглядит богатым когда монах выглядит богато носит какую-то дорогую брендовую одежду то это не соответствует традиции монахи монахам не следует так поступать поскольку согласно традиции монашеские одеяния должны выглядеть очень скромно они должны привлекать внимание миряне не должны смотреть на монахов и думать как обалденно они выглядят привлекательны они выглядят то есть монашеские одежды традиционно изготовлялись из тех тканей которые выбрасывали домовладельцы то есть эти одежды сшивались из лоскутков частей одежды которые миряне не хотели уже использовать и если к примеру патроны спонсоры даровали ткань особой ткань для того чтобы изготовить одежды то она должна была разрезать разрезаться на части которые затем снова снова сшивались и что касается цвета монашеские одежды одежда и по исключению широкого кира говорит что эти одежды должны были быть светло-коричневого цвета то что на тибетском скрытие называется касая однако винае молосы рвастивады перейдя на тибетском говорится что одежды могут быть красными желтыми или синими другие цвета не могут использоваться что касается насыщенности этих цветов они не могут быть очень ярко красными либо ярко желтыми они должны быть неяркими выцветшими этот цвет не должен быть очень ярким и что что нужно было делать если спонсор даровал монаху очень яркие яркие одежды свежепокрашенные ткани говорится говорится монаху должен был постирать одежды несколько раз для того чтобы они утратили этот яркий цвет стирать и стирать их нужно было не один раз а по крайней мере три раза то есть стирать их три раза для того чтобы эти яркие цвета были выстирены чтобы эта ткань получила выцветший оттенок ну если покраска была такой хорошей что даже если после трех стирок все еще была яркой то что же было делать такие одежды можно было носить поскольку правила попытаться устранить яркий цвет такие попытки были сделаны но успех не был достигнут как бы там ни было одежды не должны были быть яркими они должны были быть такими выцветшими поношенными я также в том что касается трех монашеских одежды мы можем видеть и сейчас что они состоят из таких квадратных лоскутков либо квадратных частей и сколько таких частей таких отрезов должны были быть в одном одеянии то есть длина отреза ткани определяется количеством этих частей и так что касается длины длины наверное нет но что говорить об этом сейчас можно посадить это более детально наши возможно сейчас мы даже не можем нигде увидеть Такие одежды, которые носили монахи во времена первого раннего буддизма, возможно последовательной традиции Тхировады на Шри-Ланке, в Таиланде, в Мьянме и Лаосе, носят одежды наиболее приближенные к тем первым одеждам. Потому что касается тибетских одежд, то они немного приближены, но потому что касается китайских одежд, то похоже, что они наиболее отличаются от одежды времен раннего буддизма. Когда мы говорим, что они отдаленно похожи на те одежды, я не хочу сказать, что они хуже или лучше, просто говорю о том, что они отличаются. Следующее, о чем я хочу говорить, это о том, как члены Сангхи жили, как они питались. Говорится, что члены Сангхи отправлялись за сбором подаяния. Они должны были ходить в дома землевладельцев мирян и просить там еду. Это был единственный способ, как они могли получить еду. И миряне были разными. Одни миряне были богатыми, и в их домах можно было получить хорошую еду. Монахи должны были выбирать, они должны были принимать любую еду, лишь для того, чтобы насытиться. И монахи должны были развивать в себя удовлетворенность тем, что им давали не выбирать, какую еду им давали. Кроме того, не критиковать эту еду, выносить какие-то оценочные суждения. К примеру, о еда в этой семье вкусная, а в этой семье еда невкусная. Поскольку это могло обидеть этих людей. Кто-то просит еду, эта еда дается, и этого достаточно. Поскольку если еда дается бесплатно, но получившие еду и критикуют ее, то это может обидеть того, кто дает еду. Именно поэтому монахи не должны были выносить свои суждения, что является вкусным, что является невкусным, хорошим либо плохим. Японский ученый Хиракава говорит, что во времена раннего буддизма монахи во время сбора подаяний не должны были посещать богатые дома. Поскольку таким образом могла быть дискриминация, монахи отправлялись в богатые дома для того, чтобы получить лучшую еду. Именно поэтому была традиция наставлений, в котором монахи говорили, что они не должны постоянно ходить к богатым людям, поскольку это могло создать какие-то неприятности для этих богатых людей. И кроме того, это могло вызвать осуждение других людей в селении, которые видели, что монахи ходят лишь в богатые дома. Что говорится в тибетской традиции, что подаяния должны приниматься. И от любых людей, в любой дом, в котором просят подаяние, они должны приниматься. Монах не может выбирать, к какому дому отправиться для того, чтобы получить подаяние. Любой дом, который попадается на пути, монах должен зайти в него и попросить подаяние. И когда я описываю это, то, возможно, вам трудно представить то, о чем я говорю. К примеру, когда мы проводим Коблю Малам в Бодгайе, представьте, сколько тысяч монахов и монахинь там собираются. Если мы скажем всем им, вы должны идти в индийскую деревню, чтобы просить подаяния. Во-первых, как среагируют монахи и монахини, они скажут, если даже мы пойдем, нам никто ничего не даст, мы не хотим туда идти. И если сказать монахам и монахине, вы должны идти просить еду. Если вам не дадут еду, вы должны идти в другую деревню просить еду. Прежде всего, у тибетских монахов и монахинь нету таких больших чаш для сбора подаяния. Кроме того, если вы знаете, как живут люди в индийских деревнях, то у них самих мало еды. Если монахи и монахини пойдут к ним, то это создает трудности, можно создать трудности для такой семьи. Кроме того, если такое еду и дадут, то, возможно, тибетские монахи и монахи не захотят есть индийскую еду. То есть, самоподдержание этой традиции в современных условиях будет очень трудным. Однако, в прошлом, представьте, монахи должны были каждый день отправляться со сбором подаяния и есть то, что им давали. Они не могли сказать, о, дайте мне побольше, я еще не наелся. Они должны были довольствоваться тем, что получали. И довольствоваться этим. И что самое важное, всю эту пищу монахи должны были съесть до полудня. После полудня им не разрешалось употреблять что-либо в пищу. что касается мяса, монахи не могли отказаться от мяса, если оно подносилось, было поднесено, поскольку они не могли выбирать, что им поднесено. Однако, было одно правило, что если монахи либо монахини могли видеть, как это животное было убито для того, чтобы поднести его плоть монахам либо монахинам, либо могли подозревать об этом, то это, такое мясо, они не должны были принимать в качестве подаяния. а в обратном случае они не могли отказаться от любого подношения. В то время семьи употребляли в пищу то, что сами выращивали. Они не могли пойти куда-нибудь в супермаркете купить еду. Если они ели мясо, то это было мясо, которое они вырастили сами. И тем не менее, это мясо не должно было быть убито специально для монахов и монахинь. Если у них были подозрения касательно этого, то они не должны были принимать такое мясо в качестве подаяния. Кроме того, монахам и монахиням было разрешено есть мясо, если им была такая потребность по состоянию здоровья. и всего они должны были есть раз в день. Это то, что называлось один прием прием пищи на одном месте. Как выглядел день монахов и монахинь? утром они посвящались практике медитации, к примеру. Затем они отправлялись за сбором подаяния. Затем они возвращались на свое место пребывания, употребляли это, то, что они собрали в пищу и должны были закончить вкушение пищи до полудня. И если они ничем не бояли и были здоровы, то им было запрещено есть что-либо еще. Кроме того, были другие ограничения. к примеру монахам и монахине было запрещено есть молоко либо сладкие сладкие сливки. Почему? Потому что это считалось вкусной едой и для того, чтобы предотвратить любое возникновение любой привязанности к вкусной еде монахам и монахине запрещалось есть такую вкусную еду. и если мы взглянем на такой образ жизни с точки зрения современного человека, то очень сложно жить такой жизнью, не так ли? И также что касается места, где жили монахи и монахини. Сейчас монашеская санква живет в монастырях. У вас есть комнаты, в которых вы живете. однако во времена раннего буддизма битшо и битшо не имели монастырей. Они постоянно переходили с места на место за иск. За исключением затворничества сезона дождей монашеской монашеской монахи в тех местах, куда санква приходила, не было никаких подготовленных условий, не было никаких укрытий, не было никаких монастырей. монахи просто устанавливались где-то на природе, под деревьями. и хорошая новость Хорошая новостью для монахов и монахинь в древней Индии было то, что в Индии четко определены периоды, то есть в сухой период дождь случается довольно редко, поскольку, конечно же, когда идет дождь, а спать на открытом воздухе весьма сложно. Кроме того, среди всего собрания монахов были отдельные монахи, которые хотели придерживаться более трудных условий жизни, практиковать большую аскезу. И затем эти практики были записаны, и они получили название «12 качеств практики до того на санскрите». И борется, что эти люди, к примеру, эти монахи, к примеру, носили лишь лохмоти, никогда не носили новой одежды. И также практиковали другие виды аскезы. То есть они намеренно посвящали себя более строгой аскетической практике. И среди старейшин был старейшина Махакашьяпа, который был наиболее известен своей практикой аскезы монашеской дисциплины. Поэтому, если мы взглянем на Сангфу того времени, мы не похожи на Миларепу, они жили в условиях, в которых жил Миларепа. У них было недостаточно еды, у них не было хорошей одежды. Это похоже на то, что мы читаем о жизни Миларепа. Конечно, они не стопроцентны, как Миларепа, но похоже на то, как жил Миларепа. Они постоянно переходили с места на место, постоянно странствовали. Это очень отличается от того, как мы живем. Конечно, не можем сказать, что у нас намного лучшее условие для практики, чем были у монахов ранее, буддизма. Конечно, сейчас общество отличается от общества того времени. И мы живем во время материального достатка. Поэтому, если в этих условиях мы будем продолжать настаивать на каких-то аскетических практиках, то это, возможно, будет выглядеть немного странно. И поскольку время и общество отличается от современного общества. Правила жизни общества прошло отличается от современного общества. Тем не менее, нам следует размышлять о том, как Сангха жила в древнее время. Их жизнедеятельность была очень простой, очень аскетичной. И, возможно, такой образ жизни было бы тяжело поддерживать в настоящее время. И я думаю, что на этом нам следует остановиться сегодня. Давайте посвящим заслугу. Спасибо.